всем добрый день дорогие друзья меня зовут ольга и вы находитесь на моем канале о моих увлечениях сегодня у нас с вами будет видео болталка посидим повяжем порассуждаем вы меня послушайте быть может мы с вами весело проведем время и тема сегодняшнего тега будет под названием идеальный автор этого тега вера костышева вот и здесь у нас с вами 10 в 11 вопросов будем разговаривать немножечко об обратной стороне ведения канала а также о блогерстве о подписчиках но в общем и целом будет такая тематика если вам интересно давайте же приступим гвоздь программы сегодняшнего видеоролика это мой будущий джемпер под кодовым названием пудровая нежность что примечательного в этом изделии это то что я решила что я рассказываю по ходу своего вязания во влогах как я его вижу сколько петель набираю почему все все начиная с самого момента вязания образца поэтому если вам интересно как я его вижу из какой пряжи я его вижу то смотрите влоги и будьте в курсе всех событий моего канала а теперь давайте приступим непосредственно к самому тегу и так первый вопрос ваш идеал на визуальном ю тубе если такой имеется вообще идеализировать кого бы то ни было это по крайней мере глупо потому что если мы говорим об идеале то это должен быть человек до в первую очередь который делает все грамотно никогда не ошибается и вообще это какой-то кумир вообще кумиров создавать не стоит потому что очень легко очароваться и также легко разочароваться потому что все мы люди и у нас у всех есть грани мы все многогранно как будто ни было у нас бывают хорошие дни плохие дни бывают хорошее настроение плохое настроение бывают удачные проекты бывают неудачные удачные проекты, знаете, не может быть человек, даже монахиня, мне кажется, не может быть до конца идеальной, в том плане, что она добра ко всем, да, у всех бывают в жизни такие моменты, когда мы с вами ведем себя порой неадекватно, это просто нужно оценивать, и то, что мы транслируем на камеру, это не всегда все грани, которые мы можем показать, потому что я считаю, что мне совершенно не обязательно показывать себя в плохом настроении, или когда я не ахти, как опрятно выгляжу, например, да, то есть здесь каждый, конечно, решает сам для себя, что транслировать, но даже если человек транслирует себя с плохой точки зрения, это еще не значит, что он таковым является, скорее всего, это образ на сегодняшний день, который мы примеряем в силу сложившихся обстоятельств, а если мы с вами говорим, есть ли именно у меня идеал именно на ютубе, да, то, что показывает мне блогер, я же тоже смотрю, я же как зритель, я же не только как человек, который вещает на камеру, но я еще и зритель, то, что хочу сказать, идеалов у меня сейчас нет. По первости, когда я только пришла на ютуб, конечно, у меня были идеалы, к которым мне хотелось стремиться, знаете, я думала, вот так, вот так можно, вот так нужно, ага, вот к чему мне стоит стремиться, да, то есть, но я понимаю, что таковой я быть не могу, вернее, могу, наверное, но определенное количество времени отведенное, я не могу быть похожим на другого человека, да, от и до на 100%, мне захочется показать себя, в любом случае мы проявляемся, неважно где, мой канал не только у рукоделия, да, я, например, проявляю себя в чтении, и если вы посмотрите на то, какую литературу я читаю, и в какое время я читаю, можно определить мое настроение, да, если мне, например, в определенный момент мне нравится любовная лирика, а в определенный момент мне нравятся триллеры, убийства, расследования, ну, то есть, знаете, вот, да и ритм жизни нам диктует порой свои условия, если я переживаю, то мне хочется чего-то спокойного, если я, наоборот, хандрю, то мне хочется, чтобы меня вывели из этого состояния. Опять-таки, возвращаемся к идеалу, идеала у меня нет, я такой человек, который, знаете, неосознанно замечает ошибки других людей, и даже не ошибки, а какие-то недочеты, может быть, да, и на фоне этих недочетов я стараюсь их у себя не допускать на канале, в жизни, конечно, я их допускаю, а вот на канале стараюсь этого не делать, не говорить на определенные темы, например, да, которые, может быть, животрепещущие на других каналах, а мне этого делать не хочется, обсуждать других людей, это всегда приносит больший обхват и просмотры, но мне этого делать не хочется, уж лучше буду я такой, нежели, да, обсуждающий, осуждающий действия других людей. Но если мы с вами вернемся в тот период, когда я только открывала свой канал, у меня это был не идеал, но это был тот момент, к которому я стремилась. У меня всегда есть, ну, по жизни я такая, знаете, у меня нет зависти, но у меня есть соревновательный момент. И я помню, я увидела видеоролик, самый первый видеоролик Наташи Баскевич, я, наверное, уже рассказывала эту историю. Наташа, если ты меня смотришь, то тебе огромный привет. Быть может, благодаря тебе я вот как-то вот, знаешь, пошла вперед и начала как-то развиваться и немножко превозносить в свой канал какие-то новшества, новинки для саму себя. Что я имею в виду? Наташа уже была на Ютубе, то есть видео мне ее попалось, и я помню, она рассказывала про вязанное платье, показывала его на себе в доме родителей. И тогда у нее, по-моему, было около пяти, или, быть может, около шести тысяч подписчиков. А я только-только пришла и набрала свои первые 500 и была безумно-безумно счастлива. И я такая думаю, Наташа может, и я смогу. Мне тоже хочется так, как она. Мне тоже хочется просмотров, мне тоже хочется иметь аудиторию. И знаете, я с ней соревновалась мысленно. Мы шли прям очень близко по количеству подписчиков, но по количеству просмотров Наташа меня всегда опережает, даже сейчас. Потому что она такая, какая она есть. И я ничего не могу с этим поделать. Я не могу быть Наташей, да. Я могу быть Олей. И поэтому идеала у меня нет. Но соревновательный момент, тем не менее, у меня периодически присутствует. Какой-то, знаете, драйфи, ажиотаж того, что я могу сделать, то, что я хочу сделать. Вот. Это был такой первый вопрос. Я надеюсь, не все рассказала в первом вопросе относительно других вопросов. Так, второй вопрос. Идеальное изделие по-вашему это? Идеальное изделие, это очень сложно на самом деле, потому что, смотрите, я могу довязать изделие, оно мне прямо сейчас, здесь и сейчас безумно нравится. Нравится посадка, нравится пряжа, нравится, ну все мне в нем нравится. Ну, спустя время, буквально, может быть, месяц-два, мне захочется что-то в этом изделии переделать. Такое бывает. Например, вот тут недавно, да, спортшик мой джемпер, я довязывала рукава, хотя летом считала, что это длина рукавов, рукавов, длина рукава вполне естественная, и мне она нравилась. То есть, на тот момент, когда я выпускала видео с готовым изделием, это было идеальное изделие для меня, оно прямо было шикардосное, я бы сказала. Но вот спустя время я увидела там неточности. Ну, или, по крайней мере, не то, что даже не точности, а то, что мне бы хотелось изменить в этом изделии. Но если мы говорим об идеале, это хорошо выполненное изделие, то есть, без явно видимых нарушений, например, того же рисунка, да, или что оно имеет определенную свободу облегания, потому что, ну, совсем уж впритык вязать, да, это только разве что платье лапша на очень худеньких, красивых женщинах и девушках. Вот. Идеальная посадка, то есть, чтобы изделие смотрелось хорошо, и самое главное, не просто смотрелось хорошо на фото и на видео, а то изделие, которое приживется в моем гардеробе, потому что мне в нем будет комфортно. Хотя есть такие изделия, я их называю праздничными, которые я надеваю крайне редко, но тем не менее, они остаются для меня идеальными в плане выполненной работы. Но в плане именно носибельности, если можно так сказать, они менее, да, комфортны, ну, в силу того, что они, например, слишком праздничные или длина такова, что я не могу носить это изделие под определенную верхнюю одежду, то есть, жду сезон, да, определенный, когда у меня будет, например, в гардеробе длинная куртка в обиходе, и, соответственно, эту длину, которую я задумала в своем изделии, я смогу носить. То есть, от многих факторов зависит, но самое главное, конечно же, это красивая посадка. Пряжа может быть, на самом деле, любой, да, потому что идеальным это изделие может оставаться на протяжении нескольких лет, а может оставаться на протяжении месяца, если вы его, например, носите активно, активно стираете, и, соответственно, оно быстрее приходит в негодность. Вот. Главное, чтобы мне ничего не мешало, тогда изделие идеально. Дальше. Третий вопрос. Каким вы видите идеальный канал о рукоделе? Я считаю, что слишком вылизанные, слишком идеализированные, идеальные каналы, они мне неинтересны. Вы знаете, даже в произведениях, в книгах я люблю героев, у которых есть изъяны. Я вот их правда люблю. Во всех фильмах я чаще люблю отрицательных героев, чем положительных. Знаете, вот главный герой, он весь такой положительный. А антигерой, да, который злой, который коварный, который преступник, я чаще всего в видео люблю именно таких. То есть, особенно актеров, которые хорошо играют эту роль, знаете, я вот их запоминаю, я их ненавижу, я их презираю за их поступки. Да, у меня все эти эмоции есть, но я понимаю, что вот они, те, кто несовершенны, те, кто ошибаются, они для меня идеальны. Потому что это жизни такими мы должны быть. Мы не можем быть, как я уже сказала, добренькими все время, знаете. Можем, наверное, на публику, но а внутри? Если мы с вами просто ответим сами для себя, вы добрый человек, я, наверное, скажу, что нет. Я многогранный человек, то есть я бываю злой. Я бываю, ну, коварный-то вряд ли, но вот злой, какой-то агрессивный даже порой бываю. Но это, конечно, не так часто и в дозированных количествах, да, но, тем не менее, эти навыки, которые присущи каждому человеку, они мне тоже присущи. То есть, у меня есть все, да, в моем поведении, вот, в моих чувствах, я бы даже сказала, не в поведении. Поведение там, оно учимся контролировать со временем, а вот чувства не всегда. Да, вот. Каким вижу идеальные каналы рукоделия? Наверное, все-таки канал, где показывают не только красивые вылизанные изделия, которые получаются, да, хотя такие тоже есть. Это специализированные каналы обучающего характера. А если мы с вами говорим все-таки больше о влоговых каналах, да, то есть влоговых имеется в виду именно рукодельно влоговых, то канал, который показывает ошибки, рассказывает об ошибках, рассказывает об своих недочетах, ошибках, сомнениях, вот обо всем об этом, то есть околовизуальном, да. Это, потому что, когда ты смотришь на каналы, где показывают только хорошие изделия, ты думаешь, боже, вот это мастер, вот это да, но мы же за кулиси это не видим, может, этот мастер точно такой же, как и я, ошибается, признает свои ошибки. Я этого не знаю, и для меня эти каналы со временем становятся, ну, просто неинтересными. Я к ним захожу, посмотреть может быть какой-то элемент, и даже есть такое, что я отписалась от некоторых каналов, ну, в силу того, что они мне стали, ну, действительно неинтересны, и полезности в них нет, потому что, ну, мастер-классы так каковые, я не смотрю. Такие тоже есть каналы, у меня осталось всего, по-моему, 3-4 канала в подписках, которые действительно транслируют только мастер-классы, обучающие видео, да, только, исключительно. Ну, в силу того, что там действительно встречается полезная информация на какие-то элементы вязания. Вот, дальше. Что, по-вашему, мешает вам достичь идеала введения канала? А мне ничего не мешает, я просто не хочу быть идеальной. Я не хочу, чтобы мой канал был идеальным, мне это неинтересно, я, знаете, вот тоже есть такое, что для того, чтобы достичь большого успеха на YouTube, необходимо иметь хорошую, там, аппаратуру, например, да, хороший звук, хорошую картинку, всегда идеальную внешность, и тогда ты достигнешь успеха, да, вот есть. Так, сейчас я вам расскажу историю, но это не совсем про YouTube, это был про Instagram. И там, значит, проходил бесплатный марафон, который потом превращался, естественно, в платный. И первые там 3-4 обучающих семинара, они были как раз-таки посвящены введению Instagram, как это должно быть, что мы должны продумывать картинки заранее, что они должны быть в какой-то определенной цветовой гамме, и, знаете, это все так динамично подавалось, мужчина вел этот семинар, я его не досмотрела, даже бесплатный вариант, потому что, знаете, это вот такой паровоз, который вообще не останавливается, говорит, 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 так, похлопали, говорит, говорит, говорит. И когда я просто остановила видео и проанализировала, я поняла, что он, он все, что говорит, это говорит о том, что весь Instagram, сама страница в Instagram, да, она должна быть продумана, вылизана, и тогда это будет приносить доход. Быть может, я не знаю, но заглядывая на страницы таких людей, которые вот так ведут свой Instagram, мне становится скучно, особенно, если это речь идет о вязании. Понятно, что когда речь идет о, например, интерьере, и это действительно страница, посвященная продаже интерьерных вещей, это одно, а если мы с вами говорим просто о рукоделии, да, о вязании, о блоге, то есть блог, это не только ведь о вязании, но и околовязальная тематика, то нет, мне в идеальном мире, мне скучно, поэтому мне не хотелось бы видеть мой канал идеальным, мне не хотелось бы, я, конечно, стараюсь делать так, чтобы была четче картинка, например, да, какие-то элементы присутствовали, а не пустой стол для того, чтобы как-то разнообразить саму картинку, но не более того, мне не хочется быть идеальной, мне не хочется делать такой контент, который был бы идеальным. Кстати, напишите мне, что бы вы хотели видеть идеального на моем канале, мне будет прям очень интересно, чего не хватает, только не пишите, что уберите книги, уберите вышивку, я уже на этот вопрос отвечала, что мне даже предлагали провести опрос, посмотрите, сколько ваших зрителей не хотят, чтобы у вас были книги и вышивка, но на что я ответила? Вы посмотрите комментарии, сколько комментариев пишут, добрых и положительных относительно того, что все им нравится, и вообще сама задумка канала, которая есть прямо сейчас, даже не у рукоделия о моих увлечениях, многим, очень многим нравится, поэтому я не вижу смысла потакать одним и не учитывать интересы других, в особенности интересы других, которые совпадают с моими интересами, То есть вам проще выключить видео и не смотреть меня, чем мне меняться под вас, и не факт, что у меня это получится так же хорошо, как, например, я сейчас чувствую себя как рыба в воде на своем канале, поэтому меняться я буду только по мере своих потребностей, да, то есть может быть я завтра вообще еще чем-то увлекусь, например, альпинизмом, почему бы нет? Я буду транслировать у себя это на канале, потому что мне это будет интересно, когда человек интересуется чем-то, реально интересуется чем-то, когда у него горят глаза, вы знаете, он может завлечь и других людей, но если мне, например, не интересно чисто просто вязание, да, в чистом виде, что мне хочется его разбавить, что я от него, бывает, устаю, да, я не скрываю, я не говорю о том, что я хочу его бросить, но я говорю, что я от него устаю, мне нужно переключаться, и я это транслирую, вот, я не хочу быть идеальной, и канал мой не хочу, чтобы был идеальным, но жду от вас комментариев, чтобы вы идеального добавили в мой канал, вот так, так, это какой был вопрос у нас? Ничего мне не мешает быть идеальной, ну, достичь идеала, да, введения канала, но нет. Ой, пятый вопрос, вы стремитесь достичь идеала в какой-то сфере вашей жизни? Нет, я не стремлюсь достигать идеала, я просто иду по, по, знаете, по накатанной, можно сказать, то, что мне интересно, вот реально интересно, я по крупицам потихонечку собираю, я говорила уже о том, что курсы, да, платные, бесплатные, неважно, марафоны, мне неинтересны, потому что там информация идет массово, я люблю все дозировано, потихонечку, никуда не торопясь, вот интересно мне стало, я пошла изучила, мне интересно прошла мимо, и вот так потихоньку, потихоньку нанизывая бусинка по бусинке, да, именно то, что мне сейчас интересно, например, интересен мне, к примеру, новый росток, я пойду и потихонечку его буду изучать, у одного, у другого, у третьего, где-то может быть в журнале посмотрю, и вот так потихоньку буду нанизывать знания, то же самое касается и идеалов, не стремлюсь достичь идеала, но то, что мне интересно, я потихоньку собираю информацию, шестой, ваше идеальное время суток для вязания, в силу того, что последнее время я работаю на дому, у меня бывает время в течение дня, ну, тут по-разному бывает, бывает один час я могу в течение дня уделить, бывает несколько часов могу уделить, идеальное время раньше было, это утро, мое кофе, мой идеальный утренний час, сейчас по вечерам я уже уставшая, и мне не особо хочется вязать или вышивать, чаще всего по вечерам перед сном, если ребенок сам по себе играет, да, Мироша, то я беру книгу в руки, мне удобнее проводить время с книгой, так я отдыхаю, так мне больше нравится, раньше я, конечно, каждую минутку уделяла вязанию, потому что я им горела, мне было все интересно, было очень много неопознанного, невиданного, да, и новой техники, и метода вязания, а сейчас, связав, ну, достаточно большое количество плечевых изделий, мне не так интересно познавать что-то новое, вот, когда у меня что-то щелкает, я, конечно же, да, вот прям в ажиотаже, в особенности, пока вот не доведешь до подрезов изделия, не примеришь его на себя, у меня прям вот где-то горит, горит глаз, горит душа к этому изделию, так, идеальное время суток, любое, ну, в зависимости от того, сколько времени я провела в этих сутках без рукоделия в руках, да, если, например, 3-4 часа, 5 часов, то у меня уже прям вот просыпается какая-то муза, и я хочу хотя бы полчасика повязать, бывает, повязать, повышевать, неважно, идеальный блогер, кто это, седьмой вопрос, кто это, прежде всего человек, прежде всего, и прежде всего, незакрытый человек, наверное, потому что блогер, это человек публичный, и он, как публичный человек, не имеет права, мне кажется, не отвечать на вопросы, закрываться, ну, я бы так не сделала, я ни разу не закрывала комментарии, я несколько человек добавила в банну, это были прямо, знаете, такие навязчивые блогеры, обычно даже ссылочки, которые бросают, да, вирусные ссылки, я просто удаляю, редко когда блокирую, у меня в блоке практически нет людей, но почему-то YouTube сам блокирует комментарии некоторых граждан, я не знаю почему, при всем при этом я начинаю читать этот комментарий, он у меня сверху в телефоне виден, и вроде бы как там нет ничего такого прямо зазорного, но какие-то слова YouTube почему-то либо отправляет на проверку, либо что, иногда эти комментарии у меня потом появляются массово, спустя 3-4 месяца, то есть еще раз повторюсь, я уже в одном из видео говорила, если я вам не поставила лайк на ваш комментарий, не важно какой он, плохой, добрый, не важно абсолютно, злой, какой умысел вы там несете, я всем ставлю лайки, это означает, что я его прочитала, если я на него не ответила, ну, значит, у меня пока нет мысли, или я куда-то бегу, но я ознакомилась с вашим комментарием, я видела ваше мнение, вот так у меня происходит, если что-то важное, я стараюсь отвечать всегда, то есть, если это по вязанию, да, что-то непонятное, или просят помощи, или о пряже что-то рассказать, я стараюсь всегда отвечать на такие вопросы, несмотря на то, что, например, я занята прямо в этот момент, но я все равно пару слов, но отвечу, а если комментарий просто рассудительного характера, я могу его оставить, например, для рубрики, вы мне писали, да, у меня сейчас есть на канале такая рубрика, где я зачитываю ваши комментарии, и многим, кстати говоря, зашло, как сейчас говорится, интересно, во-первых, послушать, что пишут люди, услышать свой комментарий, и услышать мой ответ на ваш комментарий, вот, поэтому пишите, я вас жду всегда. Восьмой вопрос, идеальное отношение с подписчиками, это миф или реальность? Вы знаете, в моем случае, это реальность, идеальное отношение с подписчиками, именно с подписчиками, есть люди ведь, которые приходят и уходят, но в силу того, что им что-то не понравилось, то есть, ну да, я принимаю ваш выбор, потому что вы не приняли мой выбор, да, например, по тому или иному аспекту, поэтому, ну, все мы люди, и я не закрытая, то есть в любой момент мне можно написать, я постараюсь ответить вам развернутой или сжатой, если это требует ответа, и я считаю, что в этом плане я, ну, может быть, знаете, я смотрю со своей колокольни, только со своей, потому что у меня достаточно адекватные зрители, и я не создаю, наверное, конфликтных ситуаций, потому что не обсуждаю горячие темы, да, не осуждаю и не обсуждаю горячие темы, может быть, из-за этого, может быть, просто людям надоедает мое добро, ну, по первости были люди, которые писали мне негативные комментарии, на которые я старалась ответить очень спокойно, я этот комментарий сначала переживала внутри, в глубине души, потому что любой комментарий злого характера, а он задевает, в любом случае, даже если вы мне напишите, что да фу, какая-то вещь, да зачем здесь пайетки, и вообще эта черная полоса, там, или белая, или зеленая, не играет в этом изделии, я этот комментарий все равно переживаю, потому что я считаю, что это взгляд со стороны, ну, а потом с трезвости я просто-напросто могу написать о том, что да, ваше мнение имеет место быть, но мне это изделие нравится, ношу его я, а вы можете его не вязать, ну, вот знаете, вот как кот Леопольд, вроде раздражает даже своей вот этой вот наивностью, да, своей добротой, вот я как тот самый кот Леопольд, и мне кажется всем доброжелателем просто стало невмоготу со мной, с моей вот этой вот адекватностью, может быть, может вот так назвать, я даже не знаю, потому что я не считаю, что я должна грубостью отвечать на грубость, ну, вот, ну, вот, ну, не считаю я так, это приводит к конфликтам, а конфликты мне здесь, ну, совершенно не нужны, вот, дальше, кстати, можете написать свое отношение по поводу того, как я отношусь к подписчикам, может быть, вы видите это иначе, будет тоже интересно почитать. Девятый, какой инструмент для вязания вы могли бы назвать идеальным? Нет идеальных инструментов для вязания, Несмотря ни на что, я не назову ни одну фирму, не назову ни один инструмент, ни номер инструмента, ничего, потому что я вяжу из разной пряжи, и каждая пряжа требует определенного подхода. Например, вот сейчас я вяжу из картной шерсти, да, смесовки из картной, я ее смотала в три нити и попробовала вязать на тупых спицах АДИ, точно таких же, и ничего из этого не получилось. Ну, то есть, там золотая леска, да, а вот на красной леске вяжется просто идеально, потому что здесь кончик не тупой, а остренький. А в другой пряже, быть может, эти спицы не подойдут, а подойдут другие, потому что вот носочки из Ализе Супервуш, я вяжу как раз-таки на тупых, на двоечке, но на тупых спицах АДИ с золотистой леской. Идеально. Поэтому идеал, знаете, идеал нужно искать каждый раз разный. И это, я считаю, правильно. И неважно, дорогой это инструмент, дешевый это инструмент. Иногда пряжа такова, что на дешевом инструменте она идет намного лучше и легче, чем на дорогом. Иногда на дереве все летит, а иногда вообще невозможно вязать. Ну, возможно, конечно, да, но проблематично, я бы вот так сказала. Идеальный инструмент тот, который подходит здесь и сейчас под вашу пряжу. Десятый. Какую пряжу вы можете назвать идеальной? Здесь тоже нет идеальной пряжи, просто в природе ее не существует, потому что к каждой пряже мы можем придраться. Одна не раскрывается, хотя вроде бы как должна, да, если это бобинная пряжа. Другая подсаживается, хотя вроде бы как не должна. Третья сваливается, хотя по дороговизне я бы сказала, что она должна быть настолько идеальной, чтобы служила мне 10 лет, а она через год приходит в негодность. Но вот тут вот нет того самого идеала. Она каждая, каждая пряжа сама по себе не идеальна. Если взять насочную пряжу, то же, да, вот, ой, как долго носится, например, Ализе Супервош, а вот вы вяжете ей стопроцентной шерстью, и они сваливаются. Так я вам могу сказать, у меня скатываются и протираются, например, да. Так я могу сказать, что носки из Ализе Супервош я ношу там 3 сезона условно, да, потому что я их часто меняю, и они все сваливаются, превращаются такие, знаете, скатышками, внешний вид теряют. Нет, они не протираются, их можно носить и дальше. Но я в силу того, что столько вяжу носков, да, я не буду носить такие носки, я их все равно выброшу или отправлю на крайний случай в деревню, что большей вероятности там в сапогах доношу. Или я свяжу из стопроцентной шерсти красивые носочки, отношу их тоже 3 сезона, но они протрутся до дыр. Но я их выброшу, да, не буду я уж их латать, но выброшу. Но и те, и другие носки, в принципе, уже в красивом домашнем обиходе у меня служить не будут. И какая из этих пряж идеальная? Ну, не знаю. Сомневаюсь, что какая-нибудь из них идеальная. И последний вопрос. Вам хочется быть чьим-то идеалом? Нет, мне не хочется быть чьим-то идеалом, потому что если человек очаровывается, да, он видит свой идеал таким, какой он нарисовал себе, а я, например, в определенный момент времени не могу соответствовать этим идеалам по тем или иным причинам, быть может, у меня как раз идет какое-то становление личности, меняю свое мировоззрение, меняю направление своего канала, например, да, ищу что-то новое, потому что то, что постоянно, оно приторно для меня лично. Поэтому, если вы нарисовали свой идеал, а потом я не буду соответствовать этому идеалу, вы во мне разочаруетесь, вы на меня обидитесь, вы будете испытывать какие-то негативные чувства, а мне бы этого не хотелось. Поэтому нет, идеалом я быть не хочу. Я хочу быть человеком, и я хочу, чтобы вы меня прощали за мои ошибки, а я буду просить прощения у вас за то, что совершаю эти ошибки, да, но это мои ошибки, я на них учусь. Если вы мне на них указываете, хорошо, но если вы пытаетесь подчинить меня себе, то здесь я, конечно же, надеваю броню и говорю о том, что нет, я буду делать так, как считаю нужным, а потом разберемся. Вот так. Ну, и это правильно, потому что каждый человек делает так. Вообще каждый человек считает себя центром Вселенной. Если вот так мы встанем на улице и повернемся вокруг себя, действительно, ведь мы кружимся, да, но как будто бы мир кружится вокруг нас. То есть, и мы считаем, что наше мнение самое ценное, но некоторые люди в силу своей, может быть, неграмотности, необразованности или же, быть может, плохого настроения, считают, что свобода их не ограничена. Но на самом деле свобода, знаете, как в классике было сказано, дословно, наверное, не повторю, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается нос другого человека. Ну, то есть, вот из этой же серии. Свобода вашего слова заканчивается там, где начинается свобода слова другого человека, да, свобода мысли, свобода действий. Поэтому всегда и есть, как говорится, на силу есть большая сила. Да, ну вот, каким бы ты сильным ни был, не стоит это транслировать так уж прям. И не стоит создавать идеалов. Это, ну, на самом деле, мне кажется, даже чревато для вас, потому что это в первую очередь у вас вызовет негативную реакцию, а не у меня. Давайте беречь друг друга, давайте жить дружно, да. Давайте, ребята, давайте жить дружно. Вот, а на этом у меня сегодня все. Я с вами даже немножко повязала, поболтала. Надеюсь, вас развлекла. Надеюсь, мы с вами хорошо провели время, и вы ко мне вновь придете в следующих видеороликах. А на сегодня всем пока-пока.